Вливание в общество путем переливания крови. Уже второй год подряд миграционная служба приглашает иностранцев к участию в акции под названием «Мы все одной крови». Утром в четверг по областной станции переливания крови пришли порядка 40 мигрантов. И это только старт мероприятия. Сегодня будет эта акция проходить и завтра. Желающие принять участие могут также поучаствовать и завтра. Эта акция добровольная. Никто их не принуждает. Они все сдают кровь от чистого сердца. В прошлом году во время акции иностранцы сдали 16 литров крови. Нынешний донор этот результат превзойдут, уверены организаторы. Садик Закирбоев учится в Ивановской сельхозакадемии уже три года. Говорит, что на его родине, в Таджикистане, как и в России, быть донором почетно и достойно. «Нас пригласили сегодня, чтобы сдавать кровь, помогать другим, кому надо, кому нужна кровь. И вот все из Таджикистана приехали сегодня сдавать себе кровь». Таджики, узбеки, азербайджанцы, армяне. Мало кто остался в стороне от этой акции. Ведь сдать свою кровь людям другой национальности – жест весьма символичный. Тем более для тех, чьи братья по крови сейчас далеко. «Ну, конечно, объединяет. Вы представьте, смешивание кровей – это не то, что объединяет, а что сближает. Так что, я думаю, что очень показательная акция, очень важная. Когда в жилах у каждого течет разная кровь, я думаю, что это объединяет очень». Медики убеждают, что конфуза не произойдет. И ни один россиянин по чьим венам потечет, например, кавказская кровь горячим горцем после переливания не станет. «Конечно же, не добавит она кавказского темперамента. В принципе, кровь у всех одинаковая. У любой национальности она одна, имеет несколько групп крови, четыре группы крови. Поэтому никакого излишества тут не будет в этом плане». А это значит, нет никаких королевских, голубых и горячих кавказских кровей. Мы все одной крови. И жить в мире и согласии мешают лишь предрассудки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.